Сообщение в официальном паблике Альянса Эра гласит, граждане отдыхающие, ну зачем подъезжать прямо к озеру? Пройдите уж 50 метров. К тому же за нарушение режимов охраны памятника природы и водоохранного законодательства можно и штраф получить. Парковка свободна. Мы написали обращение в Министерство природопользования и в лесничество о том, что необходимо перекопать съезды к озеру. Возьмем на контроль. Это озеро Урженское. Работы начались уже 16 июня. Поддержали инициативу и отдыхающие. Заезжают на машинах просто к самой реке. Уж надо было тогда, наверное, в воду уже заезжать и как амфибия на машине плавать. Но это так обнаглеть, я не знаю. За многие годы заградить пляж от особенных приезжих, которые почему-то решили, что им можно подъезжать прямо к воде, пытались деревянным забором, шлагбаумом, устанавливали столбы. Но все тщетно. И столбы ставили, сшибают. Это же наша культура. Это наше уникальное, уникальное озеро, которого просто даже в Рязанской области, в Мещере не найти. Потому что оно обладает целебными свойствами. В этом озере покупаешься, исчезает целлюлит, исчезают морщины, лечится артрит. Я положительно отношусь, но с ребенком пройти невозможно. То есть все равно какую-то дорожку нужно было сделать. Забор поставить. А то, что машины сюда подъезжали, вот это... Безобразие. Примерно такие же особенные отдыхающие не считают нужным убирать остатки своего пребывания здесь. Мусор оставляют прямо на берегу, чем повергают в шок и недоумение любого воспитанного нормального человека. Это озеро уникальнейшее. Превратили в помойку. Во-первых, конечно, виноваты сами люди. Приезжают на машинах. Но если ты покушал, собери все это. Собери и увези. Потому что администрация, например, заборского поселения, она не отвечает, говорят, за эту помойку. Никто ее не вывозит. Тут навалено кучей мусора все. Везде, куда вы ни поглянете, под каждым кустом и жгут, и бросают бумаги. Надолго ли хватит принятых мер, пока не ясно. Но уже сегодня попытки подъехать к озеру у нас на глазах были. Явно разочарованные водители либо разворачивались, либо оставляли машину у перекопа, но стоянку игнорировали. Хотя это неправильно не только с эстетической точки зрения и не только из уважения к окружающим. Еще бы я хотел отметить такое понятие, как водоохранная зона. Водоохранная зона у нас подразумевается это расстояние от уреза воды и, допустим, для оки и некоторых озер. Она существует 200 метров. В былые времена все эти места были заполнены озерами. Некогда Солочи ограничила с огромным руслом оки, чьи берега были выше. Но мелиорация и осушение торфяников в мещеры промышленным методом превратили эти места в торфяные озера, болота и топи. Уржинская – последняя в цепи торфяных озер за селом Ласково, что в мещере. И все эти торфяные озера утопают в непроходимых болотах на многие десятки километров. Мало кто об этом знает, но озера этого края – Черненькая, Сегзинская, Уржинская, Ласковская – служат уникальным природным катализатором и очистителем водной среды средней полосы России. Осушение этих мест крайне неблагоприятно сказывается на природе края. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова